Дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Я так рад, что вы находите время, и у вас есть желание слышать Слово Божие. Что для вас это не в тягость, а в радость. И это так и должно быть. Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать очень важную вещь. Я хотел бы подчеркнуть ее дважды. Вы знаете, как Иисус сказал, истинно, истинно говорю тебе. Ведь Иисус, если бы сказал истинно, это уже надо слушать, это уже да и аминь. Но если Иисус говорит истинно, истинно говорю тебе, то есть, слушай, будь внимателен. Это так важно для тебя. Это так важно для тебя услышать. Это то, что необходимо. Это дважды важно. И вот я хочу сказать о том, что вот истинно, истинно, да, как бы особое внимание уделите на то, что с Богом, братья и сестры, церковь, верующие, с Богом необходимо иметь наслаждение. От Бога необходимость. Это не роскошь, это не развлечение. Это необходимо получать удовольствие. С Богом, когда вы живете с Богом, вам необходимо быть в радости с Господа. Вам необходимо получать вот это тепло, любовь, мир, наслаждение, в котором вы нуждаетесь. Ведь кроме еды, воды и одежды, вы еще кое-что ищете. Это развлечение, это удовольствие, это область духа и души. Поэтому, послушайте, это так важно. Почему это так важно? Если вы не найдете это в Боге, вы найдете это в Идале. Идол, вы будете искать это в Идале, выдало поклонствие. И это так важно сегодня услышать. Поэтому первая заповедь, она говорит, возлюби Бога. Там не сказано, что сделай что-то для Бога, иди проповедуй для Бога. Хотя это важно, но это не на первом месте. На первом месте написано, возлюби Бога. Возлюби Бога. Любовь, она включает в себя нечто нежное. Нечто наслаждение. Это радость. И поэтому сделайте все в вашей жизни, чтобы вы, приходя к Богу, не приходили только с грехами, только с проблемами, только с нуждами, только от какой-то беды. И приходите к Богу так же, чтобы получить от Него удовольствие. Вы представьте, Бог сказал израильскому народу, не войдете в покой мой. Что такое покой? Это наслаждение. Написано, Бог творил шесть дней землю, а на седьмой день что делал? Он отдыхал, наслаждался. Он же отдыхал не потому, что он устал, он, другими словами, наслаждался, уже не работал, наслаждался. И представляете, Бог, если Бог наслаждается, это никто такого не сможет вообще даже придумать, изобразить, дать человеку. И вы знаете, Бог говорит, вы не войдете в мой покой, вы не войдете в мое наслаждение, потому что у вас нет веры. Поэтому давайте приложим все свои силы, все свое внимание. Ведь когда мы ищем, какой фильм посмотреть, когда мы ищем какую-то одежку, мы шляемся по магазинам, холодильник открываем, мы что-то ищем, ищем, звоним, смотрим эти новости, смотрим туда-сюда, туда, уже ты мучаешься, но ты смотришь. В этот момент, послушай, тебе не одежда нужна, тебе не магазин нужен, тебе нужен Бог. И ты не понимаешь, что твоя душа, она мучается в надежде, что она найдет Бога, а она находит просто ерунду, труху, пепел, гниль. И ты поэтому не удовлетворен от всего, что ты имеешь, от всего, что ты покупаешь, от всего, что ты приобретаешь. Потому что твое сердце, оно только тогда будет счастливо, когда ты найдешь общение с Богом. И не просто общение с Богом, Бог, что мне надо сделать? А, мне не надо грешить, хорошо, я пошел. Знаешь, тебе это радости больше не принесет. Но тебе нужно получать наслаждение с Богом. Именно удовлетворение, когда ты успокаешься, когда ты понимаешь, что вот оно, я нашел то, что искал. Вот он, мой мир, вот он, мое спокойствие. Это все равно, что сравнить можно с человеком, не выспавшимся. Он злой, он, знаете, он раздраженный, он вялый, он усталый, он такой, знаете, кислый. И с человеком выспавшимся и покушавшим. Знаете, у него настроение есть, у него хорошая есть установка и так далее. Так же и с Богом. С Богом получайте максимальное наслаждение. И это, это необходимость. Послушайте, если вы не достигнете этого, вы не поняли, кто такой Бог. И вы не поняли вообще суть христианства. Когда Иисус, написано, взял троих учеников, он пошел на гору. Для чего он пошел туда, для чего он их взял с собой? Он пошел молиться, он пошел общаться с отцом. И когда ученики спали, вдруг они проснулись, и они увидели Моисея и Илью, общающиеся с Иисусом. А ведь их уж давным-давно похоронили, несколько сот лет назад. Тут бац, они с Иисусом разговаривают. Оказывается, они живые. И они Иисуса говорят об исходе, о том, что ему надлежит сделать. И вы знаете, что Петр сказал? Послушайте, что Петр сказал в присутствии вот этого сверхъестественных людей, небесных людей. Он сказал, хорошо нам здесь. Вы понимаете? Вот, молитва тебе должна приносить хорошо. Ты должен просто полюбить молитву. Если ты думаешь, о, мне надо помолиться, потому что мне надо просто помолиться, чтобы мне не согрешить. Нет, ты не понял, тебе нужно, чтобы стало хорошо. Ты для чего кушаешь? Чтобы тебе хорошо стало. Ты чувствуешь, что-то мне плохо. Значит, ты голодный, надо пойти поесть. Когда поел, такой, ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Или ты просто целый день не пил. Ты попил воду, и ты говоришь, о, мне хорошо. О, наслаждение, да? Это все вещи, они все нас ведут. Все, вот весь наш жизненный поиск, я вам скажу, я вам скажу, в следующий раз, когда вы что-то будете активно искать, очень сильно вы будете думать, что это вам надо. Я вам скажу, это поиск Бога, чтобы сократить историю. Это поиск Бога, ваш дух, ваша душа ищет Бога. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Мечта ранней церкви». Мы все согласны, мы все знаем, весь христианский мир знает, что есть первая церковь. Это ученики, это последователи Иисуса Христа, Божьего Сына. Иисус из людей выбрал себе помощников, лидеров, которые будут помогать Ему в служении и в конце заменят Его, когда Он уйдет. Они будут продолжать Его задания на земле, работу на земле, миссию на земле. И из этих людей, которые последовали за Иисусом, Иисус впоследствии создал церковь. И мы видим, что церковь была создана в тот момент, когда сила Божья была излита на верующих. Дух Святой сошел на верующих. Вот тогда родилась церковь. Церковь – это не здание, церковь – это группа людей, общество людей, которые верят в Иисуса Христа, верят в Него всем сердцем и следуют за Ним. Это есть церковь. Следуют за Его учением. Не следуют за Ним физически, а следуют Его учению. И вот первая церковь, родившаяся, мы все помним, день Пятидесятницы, когда этот праздник был. В этот праздник излился Святой Дух, потому что люди были все вместе. Ему было важно именно, чтобы люди были вместе. И в этот праздник все приходили на поклонение в храм, люди. И поэтому и церковь была также единодушна вместе, потому что Иисус, зная, что будет излить Святой Дух, Он сказал им, не отлучайтесь, никто никуда не уходите, собирайтесь вместе и ждите. Ждите. Это важное слово, которое они должны были исполнить, должно было быть послушание. Ждите. Послушайте, церковь должна сегодня быть в режиме ожидания, как ваш телевизор, он ждет, когда же хозяин придет на кнопку, кликнет. О-о-о-о. Понимаете? Церковь должна быть в ожидании, когда Господь придет и что-то совершит. И они просто встречались, они молились, и у всех, у каждого, если спросить, у всех было одно. Что вы здесь делаете? Мы ждем. Что вы ждете? Мы ждем излияния Святого Духа. Кто вам сказал это? Нам сказал наш Господь Иисус Христос, наш Учитель. И долго вы будете ждать, сколько надо. Иисус, кстати, не сказал, что это будет слишком долго, что десятилетия пройдут. Нет. Он сказал, не отлучайтесь, но ждите обещанного от Отца. Он сказал, что это произойдет вскоре. И вот началась церковь. Первая церковь. Иисус, она жила, она приняла все, она приняла оригинал. Иисус это оригинал. И те, кто были с ним, они приняли не копию, они не описывали все со слов других людей. Они описывали, как Иоанн пишет, что чувствовали наши руки, что осязали, что мы видели, что мы слышали. А то мы писали. О слове жизни, о Боге, воплоти. И мы читаем книгу «Деяния апостолов». Мы видим, как церковь, она пребывала в Слове Божьем, в молитвах пребывала, в служении, в общении, в преломлении хлеба. Они пребывали в радости. И вы знаете, что люди, они присоединялись, присоединялись, присоединялись. Церковь росла и происходили великие чудеса. Куда шли Божьи дети, куда шла Его церковь, да, церковь – это люди. Везде, там, за стенами происходили чудеса. Невероятные чудеса. Так что и колдуны даже обращались. Служители сатаны обращались, христианство обращались и к Иисусу Христу. Проходят две, сколько, двадцать веков. Две тысячи лет проходят. Вот знаете, не так давно вышел, например, какой-нибудь телефон. Не буду делать рекламу никакому телефону, да. Но мы все знаем эти марки, модели там, были с кнопками. А потом раз, телефон без кнопок вышел. Смотрю, свет моего зеркальца, скажи, да всю правду доложи. И мы видим, вышел телефон. Еще лет пятнадцать, может, назад двадцать. Пятнадцать, может быть, да. Или даже меньше, десять, может быть. Куда эти тачскрины вышли? Вышел, все такие, что это? Это фантастика какая-то, не телефон уже. Там не просто звонки делают, там и то, и фотографии, и то, и все. Что это? Люди были в шоке от этого чудо техники. И мы, когда сейчас вот это чудо берем, то чудо десятилетней давности, скажем, да, и сравниваем его с сейчасшним чудом, немножко нам смешно. Мы говорим, не, я бы такое чудо себе не хотел. Оно немножко такое, ну, класса, конечно, но уже настолько устаревшая модель, что я хотел бы последнюю модель. Я не найду такого человека, кто хотел бы от хорошего вернуться к началу. Все хотят от начала идти в будущее, в конец. Правильно? И если посмотреть, какие у вас телефоны, ни у кого из вас старого телефона с кнопками нету. Вот, может, у телезрителей есть. Если вы человек несовременный или пожилой человек, которому сложно там, у него большие кнопки, вот, у моего отца такой телефон был с большими кнопками, что ему там тыкать пальцем? Он не туда натыкает. Он большие кнопки, все видно, все нормально, больше ничего человеку не надо. Вот. Но люди хотят нечто большего. И вы знаете, если сравнить тогдашний телефон и сегодняшний телефон, видно большую, огромную разницу в прогрессе. И так во всем. Вышла первая машина, вы посмотрите первую машину. Вам смешно станет, если вы увидите. Телега едет, трехколесная. Или я не знаю, сколько там было, четыре. И сейчас посмотрите, что с машинами вообще творится? Что? Ты уже залезаешь в какой-то космический корабль. Ты думаешь. Ты видишь прогресс от и до, от начала до конца. Это я так привел просто несколько примеров, чтобы нам понимать, что всегда есть начало, есть продолжение. Есть прогресс, есть улучшение, есть рост, есть величие, есть лучшее. А после этого лучшее, есть следующее лучшее. А есть еще лучшее. А потом еще лучшее. И я вам скажу, все новое становится старым. Назовите мне, что новое, что не стало старым. Назовите мне. Хоть что-нибудь. Что вы знаете нового, что не стало бы старым? Слово Божие живого век. Аминь. Но Господь говорит, все творю все новое. Представьте, на небесах Господь творит все новое. Вы представляете? Он сотворил, а потом Он сотворил новое, а потом Он сотворил новое, и Он всю вечность творит. говорит, что происходит с церковью, когда мы, церковь последних дней, а ведь мы такая и есть, мы именно люди, живущие в последнее время. именно то, о чем писал Павел, о чем писали апостолы, что последнее время, последнее время, дети, последнее время, братья и сестры, последнее время, церковь, последних дней. Что происходит в церкви последних дней? Что происходило в ранней церкви? И что происходит сегодня в церкви последних дней? Каждый хороший родитель мечтает, что его дети будут жить лучше. Будут умнее его дети, успешнее, пойдут дальше, чем родители. Они мечтают, что их дети, они будут совершенно в другом находиться, что они будут намного жить лучшей жизнью, чем жили родители. И так каждый родитель, он себе отказывает, но не отказывает ребенку, потому что его желание, его мечта, чтобы его ребенок состоялся. Если, например, родитель, представьте, работает на тяжелой работе, и он понимает, что если еще и сын придет на мою же работу, мне будет его жалко. Не все работы такие, прям, знаете, изнурительные, но есть работы, когда родитель мечтает, чтобы его сын добился чего-то большего, чтобы лучшего, чтобы его зарплаты хватало не только на хлеб, не только, чтобы не умереть, но чтобы еще и жить, чтобы съездить куда-то, понимаете? Чтобы его ребенок мог своих детей возить куда-то и так далее. На это нужны совершенно другие расходы. каждый родитель, каждый родитель мечтает, чтобы его дети стали лучше. Послушайте, это как-то, когда я просто находился в общении с Богом, во меня это вошло, что первые люди, первые христиане, они мечтали, они мечтали, что та церковь в будущем, она станет совершенно, намного лучше, они познают Бога глубже, они будут ходить в еще большей силе, чем ходил Стефан, чем ходил апостол Павел, чем ходил Петр. Эта церковь, это будет просто небо, ходящее по земле, на двух ногах. И вот вы знаете, я бы сегодня и хотел поговорить о сегодняшней церкви. Мы, чтобы нам узнать, что было в ранней церкви, нам достаточно открыть Слово Божие, прочитать книгу Деяния, прочитать, может быть, какие-то исторические факты. Вот. И мы увидим, сколько много чудес Бог сотворил в ранней церкви, сколько много силы было явлено, сколько потрясающе, как люди обращались ко Христу, в христианство. Мы все это можем увидеть. Что происходит с церковью сегодня? Вот этот главный вопрос. Это главный вопрос. Что происходит сегодня с церковью? Прошло 20 веков. Это очень много. Послушайте, это очень много. Иисус до сих пор не может прийти. Представляете? Прошло так много времени. Мы говорим, когда ты придешь? А Иисус говорит, когда вы будете готовы. Прошло 20 веков. И уже даже апостол Павел сам думал, что вот, они уже увидят Господа при жизни, они уже будут вознесены. Но нет, нет. Церковь отклонилась от главного. Церковь потеряла фокус. Ее фокус был смещен. Из-за этого растянулось время. Растянулось. Вот вы, например, знаете, что уборку дома можно сделать, вот там, скажем, сколько там, за час. Но из-за того, что вы ходите, вы такие, ну, я же не должен сейчас убираться, я сейчас лягу, я посплю, я поем, я потом как-нибудь уберу. А знаете, растягивается время на месяц, может быть. Понимаете? Из-за того, что вы не приняли решение. А, как говорится, сделал смело, дело гуляй смело. Сделал уборку, у тебя все нормально, ты себя чувствуешь. Теперь ты можешь отдохнуть. И вы знаете, что церковь, церковь, это самое дорогое, что есть у Господа. И кроме вот этой мечты ранней церкви, когда первые христиане, они мечтали, они слышали, что говорил апостол, апостолы, они слышали, что говорил Святой Дух о церкви будущей, в будущем. Они восхищались, они ожидали, они говорили, мы в гонениях, мы в притеснениях, но вы будете ходить в свободе, вы будете ходить в славе. И действительно, сегодня есть свобода. Если ты выйдешь на улицу и будешь говорить о любви Божьей, тебя здесь никто не тронет. Никто тебя не обидит за это. Но никто этого не делает. Мало то есть делают людей. Что происходит с церковью сегодня? Я хочу сказать, по-другому поставить. Что происходит с нами сегодня? Мы не обвиняем церковь в какой-то определенной стране. Мы себя отождествляем с церковью, которая есть тело Иисуса Христа по всему миру. Мы не маленькая организация, мы тело, мы большая. Мы большая церковь. В каждой стране есть мои братья и сестры. Куда бы я ни приехал, есть дети Божьи, и они мои братья и сестры, и у нас один дух. Вопрос. Что с нами происходит сегодня? Действует ли дух святой сильнее сегодня в церкви, чем раньше? Действует ли? Чем занята сегодня церковь? Чем? Неужели церковь, вот мы знаем, да, мы видим современные собрания, скажем, да, мы видим красивые здания церковные, мы видим все убранство, мы видим ремонт, классный ремонт, классные комфортные стулья, кстати, у нас тоже хорошие стулья, по крайней мере, первых дворя, да. У нас здесь классно, у нас здесь хорошо. Но что мы видим в церкви сегодня, в собраниях? Мы видим, что фокус весь направлен на развлечения людей. Именно людей, как сказать, говорить что-нибудь новенькое. Помните, как апостол Павел пришел, да, и ему говорят, о-о-о, не, мы такое слушать не будем, мы хотим что-то новенькое такое послушать. Апостол Павел им говорит истину. Апостол Павел принес им послание с неба, Евангелия. Они говорят, о-о-о, мы не будем этого слова слушать, это болтун какой-то там, мы тебя послушаем в другой раз. И пошли, знаете. То есть Павел их особо не впечатлил. Но мы видим, что если церковь занята развлечением, то люди туда приходят. Какая-то программа, какая-то театральная постановка, люди бегут. Я был в Европе, я не скажу, где именно, и я видел, что на Рождество церковные здания забиты. Забиты полностью до отказа. Потому что там, знаете, рождественская постановка, Рождество, и люди все бегут туда. А что на следующий день? А что в будни? А что потом? Ничего. Опять это горстка людей. И знаете, такое ощущение, что от раза к разу, от развлечения к развлечению. Мы помним, что Рим, он делал вот эти зрелища. Он сделал, даже колизей построил, да? Он построил эти арены, где бы люди могли приходить и просто, знаете, наблюдать, быть захваченными действиями, развлечением. Там были и гладиаторские бои, и разные другие развлечения. И церковь, она теряет сегодня фокус, чем она должна сегодня покорять этот мир. И она начинает развлекать этот мир. И вот это большая ошибка. Возможно, люди на небесах говорят, ребята, давайте, постарайтесь. Идите вперед во имя всемогущего Бога Иисуса Христа. Используйте дары и помазания. Делайте невозможное. Делайте невозможное. Кто сказал вам, что это невозможно? Если с Богом возможно все. Кто сказал? И почему вы ему поверили? Какие факты? Тот голос, который вам врет, какие факты он может привести вам, чтобы сказать, это невозможно? Все, что с вами говорит, это старый опыт. Негативный опыт. Вы за кого-то помолились, и кто-то не исцелился. Все, теперь никто через меня не исцелится. А Библия говорит, нет. А Библия говорит о другом опыте. Возложат руки на больных, и больные будут здоровы. Прославьте Бога на самом мощном пределе. Ведь можно прославлять Бога так. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Понимаете? Можно так вот, не напрягаясь. Вообще от тебя ничего не исходит. Или можно на пределе прославлять Бога всей своей жизнью, своим рвением, своим целеустремлением. И я еще хочу сказать, церковь в последних дней сосредоточена, к сожалению, на себе и на своих нуждах. Она не сосредоточена на нуждах Христа и на Христе, на небесах. Она не сосредоточена на небесах. Она точно так же попадает в маркетинговые шестеренки, мясорубку. Она так же любит рекламу этого мира и начинает хотеть этого. И все. Да смотри ты рекламу, только небесную. Хочешь рекламу посмотреть, открывай евреям 11 главу. Это реклама веры. Это то, это ее способности, это ее возможности. На что возможна вера? Ты открываешь 11 глава евреям, и ты видишь. И никогда не ставь предела. Пусть для тебя твой пастор не будет пределом. Пусть никто для тебя не будет пределом, потому что сам Иисус говорит, вы сотворите дела больше, чем я сотворил, потому что я иду к Отцу. Послушайте, Иисус приготовил для нас эти дела, а мы такие, Господь, дай мне денег. Господь, дай мне покушать. Понимаете, что это не соответствие вообще, это вода и масла. Тебе нужно отсоединиться от этого мира. Да, мы живем в этом мире, да, мы пользуемся физическими вещами и благами этого мира, но это не цель абсолютная. Начинай смотреть на небеса, подключайся и проводи часы с Богом. Ты станешь совершенно другим человеком, ты станешь более чутким к Его нуждам. В церкви сегодня все равно, о чем плачет Иисус, о чем Он мечтает. Церковь сегодня не любит грешников. Она любит собрания, где классное собрание, где хорошо проповедуют, но церковь не любит грешников. А если церковь, послушай, если верующий не любит грешника, если он презирает его, он смотрит на него свысока, то он точно так же относится к жертве Иисуса Христа. Когда Иисус висит на кресте, он говорит, ну и что? Ну и что? Понимаете, насколько это опасно? Насколько это совершенно разное. Это несоответствие. Мы, как невеста Иисуса Христа, как славная церковь, мы должны соответствовать. И если Он в славе, мы должны быть в славе. Ни о какой свадьбе, иначе речь не может идти. Ты же не хочешь быть обезьяной. И я не хочу быть обезьяной. В кавычках. Плацким. Я не хочу быть. Я не хочу чуть-чуть походить на Него. Я хочу, чтобы во мне Его была природа. Давайте сейчас будем молиться.